Добрый день, дорогие соотечественники! Вот несколько вопросов, которые поступили на мою страницу в Фейсбуке и на которые, считаю, необходимо ответить. Вот завтра буквально исполнится 4 года с момента убийства Олеси Бузины. Это талантливый писатель, журналист, публицист, который имел свою точку зрения на историю Украины, на те события, которые происходили перед государственным переворотом, после государственного переворота. Она в корне отличалась от позиции киевского режима Порошенко, Турчинова и тому подобных. И вот его плоду убили. Никаких сомнений нет, что убили по заказу власти. Более того, тогдашний руководитель службы безопасности прямо выступил и сказал, что он сам виноват в том, что его убили. Представляете, как до такого кощунства дошло, дошел этот так называемый руководитель правоохранительного органа. Вот он сам виноват, потому что слишком резко выступал, слишком резко критиковал, сам нарвался. Подожди, ты где, в каком веке живешь? Я вообще о чем-то говоришь, как можно так рассуждать? Ну, под давлением общественности, прежде всего общественности, да, зарубежных стран, целого ряда, которые выразили, так сказать, в закрытом режиме свои пожелания того, чтобы это дело было расследовано, так заскрипело кривосудие украинское. И, а там скрипеть-то нечего, видеокамеры зафиксировали тех, кто, так сказать, совершил это убийство, по большому счету. И два человека, которые, по сути дела, совершили это убийство, были задержаны. Потом их с триумфом освободили. И вот все это время, которое идет, так называемый, судебный процесс, это, скорее, процесс издевательства над памятью Олеси Бузины. Издевательства над теми, кто читал, поддерживал ее, да, по существу, над гражданами Украины издевательств. Потому что все, независимо от их политических убеждений, имеют право на жизнь. Вот что самое главное. Все, независимо от их политических убеждений, если они не призывают к убийству, к погромам, то есть не совершают уголовные преступления, а просто имеют свою точку зрения, они имеют право на жизнь. Это право им даровано Конституцией, Господом, Богом, по большому счету. И нам, так сказать, никто не имеет права на свой рост решать и осуществлять вот такие вот действия. Никто не имеет. К большому сожалению, пока этот режим власти, я думаю, что убийцы будут догулять на свободе. Единственное, что меня утешает, это то, что недолго осталось этому режиму править. Продолжение следует...